Сегодня я хочу рассказать историю о котятах с улицы, которые нашли свой дом. У меня на даче очень много бездомных кошек, которым некоторые люди помогают выжить, а некоторые гонят прочь. Я, как могу, помогаю, а именно кормлю их и пытаюсь найти дом. Речь пойдет о маленьком полосатом котенке, который родился на улице от бездомной кошки. Случилась эта история 4 года назад в один дождливый летний день. Вечером я пошел в магазин и встретил на детской площадке двух девочек, которые стояли под деревом и прятались от дождя. В руках одной из них был маленький серый комочек, который я сначала принял за игрушку. Поговорив с девочками, я узнал, что еще утром они нашли в канаве котенка, который жалобно пищал. Они его подобрали и хотели взять к себе домой, но бабушка не пустила их на порог и сказала возвращаться домой без котенка. Так они и провели весь день на площадке, не зная, как быть дальше. Мы только нашли дом для двух котят и уже не собирались никого брать, потому что это очень непростая задача. Тут был безвыходный случай и я принял решение ему помочь найти дом, потому что было видно, что он уже очень слаб. Дома у меня уже жили два своих кота на тот момент Мурчик и Шурик. Котенок сразу заснул у меня в руках и заурчал. Через несколько дней он уже освоился, отъелся, научился ходить в лоток и оказался очень ласковым и смышленным. Обычно котов такой расцветки называют шпротами, поэтому и кличку мы ему дали шпрот. Мои коты восприняли его появление сначала не очень дружелюбно, но потом сдружились и даже взяли над ним шефство. Недели через две мы начали искать ему дом. Обычно я пишу посты в группах ВКонтакте, объявления на Авито и Юэла. Через некоторое время откликнулась девушка, которая захотела его уготовить. И вроде девушка милая и все хорошо, но котенок пришелся не ко двору ее молодому человеку и через пару дней его мне вернули. К сожалению, такое часто бывает, что люди не рассчитали свои силы и возможности перед принятием решения взять в дом животное. Шпрот уже немного подрос и стал еще более ласковый. Мне очень не хотелось его отдавать, но я тоже рассчитывал свои силы и возможности на тот момент и понимал, что три кота это уже сложно. Поиски дома возобновили вновь и достаточно быстро появились новые желающие взять малыша. Девушка, которая его взяла, оказалась очень ответственной, присылала мне фотографии и писала, как он растет. Назвали его очень звучным именем Маршалл. Так из маленького шпрота вырос большой и брутальный кот Маршалл. Это один из немногих рассказов со счастливым концом. От себя я хочу сказать, что не проходите мимо живого существа, если вы можете ему помочь. Ведь ваша помощь может изменить к лучшему всю его жизнь. Скорее всего он бы погиб на улице, если бы в тот день обстоятельства не сложились бы таким образом.